Посадить во дворе пару сосен или разбить клумбу с розовым кустом – вопрос вкуса, но на общественных пространствах за право выбора даже в таких вещах у людей возникают серьезные споры. В Барнауле действует 65 ТОСов. Это объединение инициативных жителей, которые сообща работают над благоустройством территорий своих домов и жилых районов. Сегодня на заседании Городской думы решили поддержать идею привести все регламентирующие деятельность ТОСов документы в соответствие с федеральным законодательством и собрать их в одно положение. Прорабатывалось это положение вместе с руководителями ТОС, членами ТОС. И по сути определены основные моменты. Каким образом организуется, как меняются границы, это, кстати, очень важно. Как выбираются делегаты, как идет представительство, как изменяется положение ТОС. И вот мы теперь надеемся, что с принятием этого положения деятельность будет урегулирована. В новом положении прописали четкий порядок организации ТОС – нормы для изменения границ территории. Установили срок в 14 дней для избрания делегатов на учредительную конференцию. Кстати, состав делегатов могут пополнить 16-летние. Возрастную границу сделали шире. А реестром уставов ТОС в электронной форме теперь будет заниматься администрация города. Ранее это было в ведении районов. Этот проект большинством голосов был принят быстро, как и большая часть вопросов повестки. Ключевой темой стал бюджет. Проект депутаты отклонили единогласно, чтобы продолжить поиск источников небюджетных доходов. Например, через государственные программы финансирования, которые помогут закрыть потребности населения. О том, что в городе есть неисполненное судебное решение, мы уже говорим не первый год. К большому сожалению, если говорить о сумме, мы сегодня опять получили на перераспределение более 7 миллиардов, 7 миллиардов 200, конечно, она очень большая. А вот если разбивать по структуре этих судебных решений, то мы видим, что все денежные иски мы исполняем 100%. Для дефицитного бюджета города с доходами без малого 28 миллионов потребность в 7 миллиардах – непосильная ноша. Проект перераспределения предлагал сократить расходы на сферы культуры, образования, спорта и социальную, а увеличить на национальную экономику и жилищно-коммунальное хозяйство. Вот это решение о перераспределении. Если мы его поддержим, завтра город у нас встанет. Мы перестанем платить зарплаты, мы перестанем убирать с вами улицы. Этого допустить нельзя. Надо продолжать дальше работать по решению этого вопроса и привлечению финансирования из различных источников. Приятная часть заседания – переименование школы олимпийской подготовки «Спарта» и присвоение ей имени Владимира Дмитриевича Шкалова. Этот человек был пятикратным призером мира по самбо. Он был обладателем Кубка мира по дзюдо, то есть выдающийся спортсмен. И коллектив в плане увековечивания его имени прислал ходатайца на нашу комиссию. То есть комиссия в полном составе рассмотрела и единогласно проголосовала за то, чтобы поддержать это ходатайство. Депутаты поддержали также увеличение размера выплат по окончании семестра тем студентам, которые заключили договоры о целевом обучении по программам среднего, профессионального и высшего образования с городским комитетом по образованию. Так что теперь студенты, получающие педагогические профессии, могут претендовать на выплату в размере 14,5 тысяч рублей вместо 6 тысяч. Дарья Ярушина, Дмитрий Денисов. День с толком.